Доброе утро, уважаемые трейдеры, клиенты компании Амаркетс. Сегодня 8 декабря и мы начинаем наш утренний брифинг. Сразу же перейдем к главному событию сегодняшнего дня. Безусловно, этим событием является предстоящее заседание в еврозоне, заседание Центрального банка, то есть КИЦБ. Отметим, что накануне евро вырос. И это многих отчасти удивило. Хотя сейчас мы обсудим все нюансы, связанные с этим движением. Итак, хотелось бы напомнить, что год назад, во время декабрьского заседания Центрального банка еврозоны, произошло довольно неожиданное увеличение стоимости евро сразу на 400 пунктов. То есть никогда мы не видели подобных движений именно на заседании Центрального банка еврозоны. И многие в этом году с нетерпением ожидают подобного же сценария, чтобы опять же получить повышенную волатильность и использовать ее для своих сделок. Но вот, честно говоря, в этом году не так много оснований рассчитывать на столь же сильные движения. Хотя бы потому, что в прошлом году ЕЦБ снизил процентные ставки в декабре и продлил свою программу закупки облигаций. Вот о чем было сообщено. И нужно отметить, что учитывая тот факт, что сейчас ставка ЕЦБ находится на нулевом значении, то есть ее необходимо либо опускать и делать уже минусовой, то есть отрицательной, либо оставлять на текущих значениях. И учитывая эти факторы, конечно же, рассчитывать на то, что ситуация повторится, и ЕЦБ вновь снизит ставку в декабре, рассчитывать на это не приходится. Хотя, опять же, мы знаем, что Марио Драги в том числе делает все для того, чтобы поддержать экономику еврозоны и поддержать курс евро, конечно же. Поэтому некоторые аналитики рассчитывают и на довольно неожиданные сценарии сегодняшнего отседания ЕЦБ. И нужно отметить, что в прошлом году эти события, именно понижение ставки и продление программы закупок гособлигаций, привели к увеличению евро, несмотря на то, что, казалось бы, это должно было повлиять именно на снижение данной валюты. И, конечно же, как уже было отмечено, в этом году нас, прежде всего, интересует сократить ли Центральный банк объем закупки активов. То есть мы знаем, что еврозона активно занимается выкупом своих же облигаций для того, чтобы поддерживать экономику еврозоны, чтобы накачивать ее ликвидностью, то есть делать большее вливание средств в экономику, что, конечно же, должно по всем канонам экономическим, опять же, макроэкономике, должно провоцировать рост экономики еврозоны и, конечно же, позитивно влиять на европейскую валюту. Тем не менее, мы в последние месяцы наблюдаем, что эта политика должных плодов не приносит, и все чаще мы слышим разговоры о паритете евро-доллара. Многие, кстати, ожидали его уже к концу этого года, но, как мы видим, до паритета еще довольно далеко, и, честно говоря, уже вряд ли приходится рассчитывать, что до конца года мы сможем увидеть по евро-доллару так называемый паритет, то есть полное равенство, либо котировки близкие к единице. Напомню, сейчас находится пара вблизи отметки 1,075, и, конечно же, несмотря на вчерашнее укрепление, мы можем рассчитывать на то, что евро продолжит показывать определенную слабость. Да, тем не менее, что касается заседания ЕЦБ, нужно еще отметить тот факт, что если мы посмотрим на данные комиссии по торговле товарными фьючерсами из США, то вот на прошлой неделе они показывали, что существует довольно большой объем антиевровых позиций, то есть евро находится под давлением, и мы видим, что в целом объем на продажу, в том числе объем в отложенных ордерах, вблизи текущих значений, и в целом объем на продажу по евро, он является достаточно большим, поэтому, опять же, оснований считать, что коррекция по евро-доллару и рост евро продолжится, у нас не так много. Опять же, эти повышенные объемы на продажу перед заседанием ЕЦБ говорят об определенном настрое со стороны инвесторов, трейдеров в отношении того, каким будет сегодняшнее заседание, то есть от сегодняшней встречи каких-то неожиданных позитивных моментов для евро, к сожалению, опять же, не ожидается. И большинство участников рынка рассчитывает, уже заранее закладывая в свои сделки, рассчитывает на то, что ничего нового позитивного для евро мы не услышим. И опять же, нет никаких гарантий, что будет, скажем, снижена, точнее, изменена ставка в еврозоне. Опять же, никаких предпосылок, в том числе, исходя из макроэкономических данных, для этого нет. И более того, есть такое предположение, что и программа закупки гособлигаций может в скором времени завершиться, потому что попросту осталось очень немного облигаций, которые еще доступны для выкупа. Но нужно понимать, какими объемами оперирует центральный банк еврозоны. И нужно, опять же, понимать, что объем выпущенных облигаций в целом не так велик, чтобы можно было, вот уже на протяжении многих лет, напомню, еврозона занимается выкупом своих же облигаций. И поэтому, на самом деле, уже не так много доступных для закупок активов. Поэтому, так или иначе, объем ликвидности, объем тех средств, которые вкачиваются в экономику Европы, будет постепенно снижаться. И есть мнение, что в марте 2017 года уже подойдет к концу вовсе программа закупки облигаций, поэтому давление на евро в связи с этим может существенно вырасти. И, опять же, это может сильно повлиять на котировки всех валютных пар. Но, прежде всего, конечно же, тех, в которых есть евро и евро-доллар, вот именно то, о чем мы сейчас, в первую очередь, говорим. Среди тех проблем, которые отмечает ЕЦБ сейчас, это, конечно же, референдум в Италии, который произошел в прошедшее воскресенье. И, на самом деле, уже даже не стало нежиданностью то, что итальянское население также проголосовало против нынешнего курса политиков в своей стране. То есть мы наблюдаем в текущем году такую тенденцию, когда практически каждое голосование становится так или иначе протестным. То есть мы видели сначала, как высказался народ в Великобритании по поводу выхода из ЕС, затем мы наблюдали отчасти неожиданные итоги выборов президента США, и теперь вот уже даже не стало, повторюсь, неожиданностью то, что в Италии также референдум прошел на такой отчасти негативной ноте и повлиял не лучшим образом на котировки, опять же, евро-доллара. Мы видели, что в понедельник пара открылась с определенным гэпом и продолжила снижение в первые минуты, в первый час открытия. Однако затем все эти моменты были нивелированы и так или иначе евро-доллар откупили, что называется, и пара закрывается в зеленой зоне уже второй день подряд, что может, конечно, быть определенным сигналом для тех, кто с позитивом все-таки относится к предстоящему заседанию ЕЦБ, но, повторюсь, оснований для этого не так много. Тем не менее, мы не раз уже отмечали то, что Марио Драги, который возглавляет ЕЦБ, использует, по сути, каждую возможность во время каждого своего публичного выступления, подчеркивает то, что экономика еврозоны стабильна и такое остается в данный момент. И многие отчеты, которые мы видим в ближайшее время, в принципе подтверждают и помогают нам понять, почему именно он настроен столь позитивно. Тем не менее, значительная часть тех положительных изменений связана именно с ослаблением евро. То есть, так или иначе, мы знаем, что ослабление национальной валюты может и стимулировать, в том числе, экономику в определенные моменты. И если, опять же, Драги сегодня заговорит о том, что будет уменьшен объем закупок, о котором мы уже говорили, евро, доллар может показать существенный рост волатильности и, конечно, может переписать даже максимум нескольких ближайших дней. Отметим, что цифры по инфляции в Европе в целом не меняются на протяжении многих последних публикаций, они остаются на довольно низком уровне, никак не удается простимулировать инфляцию, чтобы она показывала более-менее положительные, то есть, позитивные моменты. Напомним, что инфляция меньше, скажем, 1%, считается все-таки скорее негативной, несмотря на то, что роста цен нет. И это плохо влияет на производителей, в первую очередь, а также на сферу услуг. Поэтому цифры по инфляции, опять же, да и по занятости тоже, будут оказывать определенное давление на евро. И на самом деле, вот многие, те, кто с негативом, негативно настроен, точнее, по отношению к перспективам евро, отмечают, что инструментов для того, чтобы менять ситуацию, сейчас в руках ЕЦБ, на самом деле, не так много, если не сказать жестче, что их практически не осталось совсем. Опять же, мы уже отметили то, что есть проблемы с увеличением выкупа облигаций. Да, есть довольно, отсутствует маневр, скажем, для того, чтобы влиять на ставку процента, потому что все-таки переводить ее в отрицательную зону, напомню еще раз, что сейчас ставка в Европе составляет 0, то есть не является ни положительной, ни отрицательной. Но все-таки для того, чтобы перевести ее в отрицательную зону, нужны резкие основания. Сейчас мы наблюдаем некую стагнацию, когда большинство макроэкономических параметров не меняются, не показывая ни рост, ни позитив, но в то же время и не говоря о каком-то негативном значении. Поэтому вот все это делает предстоящие заседания ЕЦБ еще более интересным. Говоря же о вчерашних движениях, отметим, что доллар США вчера упал относительно всех остальных ведущих валют, за исключением британского фунта. Никаких экономических отчетов США вчера мы не наблюдали, как и выступления американских чиновников также не происходило, поэтому и повышенной волатильности на рынках не было. Тем не менее, движение доллара определялось именно доходностью гособлигаций. Отмечали, что вчера доходность гособлигаций США упала почти на 5 базисных пунктов, что является довольно важным моментом. Доходность снижается после того, как 1 декабря был достигнут пик. Если мы посмотрим на график доходности гособлигаций США, то увидим, что после пика 1 декабря происходит постепенное снижение этого показателя и, конечно, это оказывает, как считают многие, определенное давление сейчас на доллар США. Тем не менее, вот инвесторы смотрят на этот показатель далеко не в первую очередь и вот именно в те дни, когда каких-то значимых событий на рынке не происходит, поэтому сегодня и в том числе завтра, учитывая, что будут куда более важные события наблюдаться, на этот факт вряд ли кто-то будет серьезное внимание обращать. Поэтому, вот еще раз, да, отметим то, что повышенный новостной фонд в ближайших дней должен, конечно же, еще больше увеличить волатильность вот по основным валютным парам. Отметили уже вчера, что, точнее отметили сейчас, что вчера наиболее слабой валютой был британский фонд, который упал на фоне новостей по поводу ведущего выхода Великобритании из ЕС. И, несмотря на то, что были опубликованы некоторые позитивные моменты в ходе вчерашней торговой сессии, напомню, что вчера опубликовались данные по индексу цен на жилье Великобритании, но прежде всего отмечали объем производства в обрабатывающей промышленности и в целом, и вот нужно отметить, что все эти данные были крайне негативными для британской валюты. Несмотря на это, несмотря на все это, к закрытию уже американской сессии мы могли видеть, что фонд несколько корректировался и отыграл часть тех падений, которые были зафиксированы в первой половине дня. Тем не менее, сегодня вот мы видим, что цена открытия находится ниже важного уровня поддержки, точнее, уровня сопротивления, и поэтому, опять же, британская валюта будет находиться под дополнительным давлением. Если мы говорим о остальных валютах, за которыми обычно наблюдаем, то отметим, что вот сырьевые валюты, которыми являются австралийский доллар, новозеландская валюта и канадский доллар, вчера выросли относительно доллара США, при этом австралийский доллар, несмотря на то, что понес серьезные потери из-за публикации ВВП в Австралии, которые также показали довольно негативные итоги. И мы могли видеть вот ситуацию, аналогичную, скажем, открытию рынка в понедельник по евро-доллару, то есть сильнейшее падение, да, относительно предыдущих священий в ходе первого часа после публикации новостей и затем уже разворот, то есть мы видим, что так или иначе вот то увеличение, да, доллара, которое мы наблюдали в последние недели, месяцы, оно сейчас постепенно выкупается. Вот такие вот локальные моменты, да, которые происходят, то есть локальный негатив и те новости, которые должны были бы способствовать росту доллара, они довольно быстро выкупаются, что может говорить о том, о том, что в целом может ситуация на рынке сейчас несколько меняться и мы вполне можем увидеть продолжение коррекции и продолжение снижения американской валюты, потому что вот эти косвенные признаки, опять же, первый из которых это вот быстрый выкуп негатива, да, по отношению к остальным валютам и позитива по отношению к доллару, вот он может как раз-таки нам говорить о том, что те долгосрочные тренды, которые мы наблюдали постепенно, могут сходить на нет. Довольно интересный момент вчера был по нефти, вот если мы буквально несколько слов скажем по поводу этого актива, то напомним, что вчера мы могли видеть публикацию запасов нефти, да, которые происходят каждую среду и вчера эти запасы были довольно позитивными, то есть мы наблюдали сокращение запасов нефти, что должно было бы привести к росту котировок черного золота, но вместо этого мы увидели продолжение тренда последних дней, напомню, что начиная с начала этой недели, с понедельника, нефть постепенно теряется в цене и стартовав на отметке выше 53 долларов за баррель, сейчас мы уже находимся вблизи отметки 52,5 доллара, поэтому опять же очень интересный момент заключается в том, что несмотря на позитивные новости вчера, мы не увидели роста котировок нефти, поэтому опять же можно будет сделать вывод о том, что вероятнее всего снижение нефти продолжится, также если мы скажем с позиции технического анализа, то стоит заметить, что наблюдаем такое своеобразное параболическое закругление по нефти на часовом графике, и это конечно же может стать дополнительным фактором для того, чтобы мы могли открывать короткую позицию по нефти. И в завершении скажем об американском индексе S&P 500, еще в прошлом месяце мы говорили о том, что ожидаем предновогоднее ралли, которое почти каждый год вот уже на протяжении многих лет происходит, в декабре американские акции довольно сильно прибавляются в цене, как и основной американский индекс, и вот вчера состоялось очередное уже пробитие исторического максимума по индексу S&P 500 и на довольно повышенных объемах индекс смог закрепиться выше отметки уже 2228, 238, прошу прощения, что конечно же заставляет задуматься о том, что рост американского рынка вполне может быть продолжен, и единственный фактор, который может этому помешать, это заседание ФРС, которое состоится уже в ближайшие дни, и если все-таки будет понижена, точнее повышена ставка ФРС, то конечно же мы можем наблюдать разворот по индексу S&P 500, если же ставка останется на текущих значениях, то рост будет продолжен, и мы в ближайшее время сможем вновь увидеть обновление исторических максимумов. На этом хотелось бы завершить сегодняшний брифинг, спасибо, что были с нами, до свидания и успехов в торговле. Субтитры создавал DimaTorzok